Подзаголовок «Колодцы с живой водой». Среди предков еврейского народа наиболее загадочной фигурой является, наверное, Ицхак. В отличие от Авраама и Якова, ни дальних путешествий, ни ошеломляющих побед не встречаем мы в его судьбе. Но говорится, что когда придет Машиах очень скоро и воскреснут праведники, то именно Ицхака мы назовем в первую очередь своим отцом. Тайна его особой службы Всевышнему зашифрована в его имени. Ицхак означает «засмеется» в будущем времени. Ицхак хранил секрет святого веселья, радости от мудрости и поэтому берег себя, чтобы его душа не откликнулась на какое-то пустяковое увлечение, на суету. У него был антипод. В этой роли выступал целый народ. Блештим, филистимляне. Историки предполагают, что они были родственны древним грекам, старались селиться поближе к морю, были воинственны, умели радоваться жизни. Но еврейские мудрецы отмечают еще одно свойство души этого народа. Называется оно «Оли-Лют-Ве-Лей-Цанут» — бахвальство и насмешничество, идущее от свойства противоположного святости. Внешне филистимляне не отличались от других народов. Выбирали царяков в своих пяти городах, одним из которых была Аза. Поклонялись божеству с рыбьим хвостом. Лишь одна вещь, они подспудно понимали это, могла погубить их совсем — живая вода еврейской мудрости, которая смывает нечистую оболочку, покрывающую наш мир. Это не только метафора, но и реальность. В нашем мире с мудростью Творца таинственно связана вода, бьющая из подземных родников. Она обладает силой духовного очищения. Еврейская женщина, чтобы рожать детей, сердцем доступным Богу, должна раз в месяц погружаться в такую живую воду. Во все времена тот, кто противостоял еврейству, один из первых ударов обрушивал на Микву, водоем с живой водой. Не будет у вас какой-то чистоты особенной и святости. Станете такими, как все. Перемешаетесь. Ицхак жил среди филистимлян. В этом была его судьба, его борьба. Он копал колодцы с живой водой, а те их засыпали. Со злобой и со смехом, без логики, подчиняясь напору своей животной души. У них было еще то преимущество, что они смеялись в настоящем времени в кавычках. Стало быть, претендовали на то, что все запасы человеческой радости находятся у них. А Ицхак откапывал засыпанные колодцы. Он копал в настоящем времени в кавычках, зная твердо, что радоваться будет потом. К Рэбе-Юсефу Ицхаку, продолжавшему жить в Ростове-на-Дону, пришли евреи с горестной вестью. Еврейские коммунисты добрались до единственной Миквы в городе. Они создали комиссию во главе с каким-то врачом, и эта комиссия предложила закрыть Микву, кавычки, из соображений гигиены, кавычки. Дело было зимой. Тот, кто жил в России и ходил там в евреях, помнит, какое это счастье в кавычках. Еврейская женщина и не всегда молодых лет, под охраной мужа, погружается ночью в реку или озеро, а на дворе может быть и октябрь и ноябрь. В южном вечером Рэбе пригласил к себе врача из комиссии в гости. И тот пришел. Два часа или более толковали они о разных разностях, в том числе и о еврейской старине. Врач вспомнил своих местечковых дедов, расчувствовался. Вот тут и заговорил с ним Любавичский Рэбе о Микве, и взгляд его был прямым, не прожигал, но проникал. То ли снежная мгла положила непреодолимую завесу между душою и чека, но врач незаметно для себя перешел на сторону контрреволюции, обещал не препятствовать Микве и даже стал давать советы, что должно находиться в ее помещении. Бачок с кипятком, огнетушитель и прочие серьезные предметы. Врач вышел на улицу, задумчиво покачивая головой. Он ощущал идущее от хозяина дома таинственное, неизвестное науке обаяние. Был околдован, как самый последний малограмотный хасид. Исполнилось благословение отца. Брат начал говорить с братом. Миква осталась открытой. Городское чека сделал себе зарубку. Еще один разговор и еще одна зарубка. Но новый Рэбе продолжал разговаривать с братьями, даже если некоторые из них грозили вызвать его на допрос, даже если выполняли угрозу. В этом заключалась его профессия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!